Солнечный камень, слезы древности, АллатРь, всем камням мать, из центра мира, посреди моря-океана, на острове Буяне. Как только не называют янтарь. И он, без всякого сомнения, один из главных символов Литвы. И если янтарь еще называют пупом земли, то как-то сразу метафора перекидывается на всю страну. В чем-то иронично, но ведь есть в нашем литовском менталитете что-то такое, когда ведем себя словно центр мира, то есть пуп земли. Это Юрая, Пальтиус Юрая. Дворец богини до основания, а рыбака утопил. С тех пор считается, что янтарь, который часто находит на берегу моря, ничто иное, как остатки янтарного дворца. А самые маленькие и прозрачные камешки – слезы богини Юрате. Она и сегодня продолжает оплакивать своего возлюбленного. Такова романтическая версия о происхождении этого камня. Однако с научной точки зрения все немного проще. Наука утверждает, что янтарь – это застывшая смола сосен, произраставших на территории Северной Европы примерно 50 миллионов лет назад. В воде смола под воздействием определенных химических реакций изменила свою структуру и превратилась в янтарь. Говорят, почти золото. И страсти похожие, как во времена золотой лихорадки. За право считать янтарь национальным брендом с Литвой поспорит Россия, Украина и некоторые другие далекие страны. Вот это кадры из документального фильма «Янтарные войны» о добыче янтаря на Украине. Действительно массовая добыча и нелегальная. Местные жители утверждают, тут хранится 30-40% мировых запасов янтаря, какая уж тут Литва. И над этим громко посмеются жители соседней российской Калининградской области, в которой в поселке Янтарный, как считается, залежи 70% мировых запасов янтаря. Кроме карьера, собирают в море и также массово. Какая уж тут Литва. Итого на выходе 100-110%. И это не считая Карпат, Сицилии, Пирмы, США, Мексики, Японии. Да есть еще места на земле, где янтарь есть совершенно точно. Споры за право звания родины янтаря литовских специалистов не смущают. Весь секрет в том, что этот камень действительно красивый. Вот и тянут странное одеяло на себя. Янтарь бывает разных видов. Ведь в застывшую смолу попадают и другие компоненты. Земля, вода, грунт, растения. Согласитесь, что в этом есть что-то действительно особенное, когда рассматриваешь насекомых, отчеканенных в этом литовском золоте, единственном драгоценном камне, существующем на территории Литвы. И действительно, янтарь для нашей страны не просто заурядный минерал, выуженный из моря. Он стал для Литвы настоящей туристической меткой, которая присутствует во всем. В названии пива, печенья, отелей, джазовых фестивалей и комедийных сериалов. А изделия из янтаря – вот где полет для фантазии и творчества. От сувениров и украшений до фундаментальных картин – настоящая наживка для туристов. Даже с самого утра возле обычных ларьков с янтарем всегда много туристов, которые с удовольствием рассматривают застывших насекомых в янтаре. Конечно, наши женщины очень любят носить изделия из янтаря, но солнечный камень популярен и среди туристов. У нас много клиентов из Азии, арабских стран и Америки. Могу сказать, что этот камень любят и мужчины. Женщины предпочитают украшать себя и своих детей, а мужчины приобретают изделия из янтаря для другой миссии, чтобы защитить себя от сглаза и дурных языков. Лично я, моя семья и друзья используем янтарь как средство от стресса. У этого камня есть успокаивающие свойства. Вот он, еще один угол медицинский. Янтарь как личный психолог. Шутки шутками, но в древности к такому применению этого камня относились вполне серьезно. Найдены изделия, которые предназначались для ношения в качестве амулетов. В Паланге, кстати, есть даже отдельная экспозиция с экспонатами, которым не один век. Их нашли на дне Балтийского моря. Настоящий клад из древности. А, например, в гробницах египетских фараонов в свое время археологи обнаружили янтарные бусы. Там же зародилась и янтарная медицина. По крайней мере, доказано, что в древнеегипетской технологии мумификации янтарю отводилась существенная роль, поскольку он способствует длительному сохранению органики. Еще со старых времен известно, что янтарь можно использовать в противовоспалительных целях. Особенно, когда у детей начинают резаться зубки, женщины сразу бегут за изделиями из янтаря. И то, что это помогает, действительно проверенный факт. Можно смело утверждать, что сам солнечный камень не просто национальное достояние нашей страны. Янтарь – это способ не только красивой, но и здоровой и счастливой жизни. Это талисман Литвы. И куда тут без магии? Даже Гиппократ писал в своих трудах об удивительных свойствах этого камня. Янтарь сохраняет и спасает человека от сумасшествия. Растертый с медом, он избавляет от боли в горле, лечит болезни глаз и ушей. А если выпить воду с помещенным в нее размельченным янтарем, лечит болезни желудка. Медальоны, которые носят римские крестьянки, не просто украшения. Это своего рода защитные средства, предотвращающие заболевания щитовидной железы, такие как повышенная ее активность. Между прочим, это сказано почти пять веков до нашей эры. Вот такое у нас золото. Не зря к нему так тянутся. Янтарь и как жизнь, и как смерть. В литовской мифологии упоминается, что жители Жимайтии использовали янтарь как ароматическое вещество для ладана. В те времена литовские племена окуривали умершего янтарем, желая так оградить его душу от злых духов и помочь ей спокойно перейти в царство вечной жизни. Окуривали и новорожденных, благословляя и желая, чтобы они лучше росли. Окуривали молодожен для счастливой совместной жизни, а воинов и охотников, чтобы одержали победу и возвратились с добычей. Панацея на все случаи жизни. Субтитры создавал DimaTorzok